В деревне Беляева Янтиковского района уже почти год работает новый дом культуры. После его появления жизнь сельчан кардинально изменилась. В какую сторону, узнали мои коллеги. Вот так с песнями и танцами теперь встречают гостей в Доме культуры Беляева. Новый клуб возводили с нуля. В старом здании не то что творить, даже находиться уже было невозможно. Старое здание клуба, он был, как бы сказать, в таком ветком состоянии. Крыша протекала, там холодной, горячей воды не было. Это как в старых зданиях, вода стояла бочком, там кружка, все такое было. Полы были не такие уж, но прохладно было. Отопление вон, кочегарка там была, старая печка тоже. А теперь у нас новый клуб, теплый, горячий, холодная вода, все есть. Люди с удовольствием приходят, танцуют, песни поют. Старые помещения клуба разбирали, вот все жители деревни, можно сказать, помогали, все разбирали сами. И когда строили новый дом, тоже все помогали, все выходили, работали, все деревни, можно сказать. Местные жители помогали не только руками, но и рублем. Новый клуб удалось построить в короткие сроки за счет программы инициативного бюджетирования. Люди общими усилиями собрали 250 тысяч рублей. 4 миллиона выделило правительство республики, более 2 миллионов – Алдиаровское сельское поселение. И спонсоры тоже помогали. Цены нет такому Дому культуры, который теперь собирает всех в округе в своем просторном, уютном зале, говорят местные жители. И концертные программы творческих коллективов стали масштабнее и интереснее. Недавно выезжали даже к нашим землякам в Сибирь, в Кемеровскую область. Там у нас живут много выходцев из нашего района, из Чувашской республики. И они также очень радовались чувашским песням и танцам. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.